Когда мороз крепчает, кто-то достает из гардероба самые теплые вещи, а кто-то тянется к проруби. У любителей зимнего плавания купальный сезон – круглый год. На улице минус 8, но это только на руку рязанским моржам. Чем холоднее на улице, тем теплее вода. И это не пара человек-экстремалов. Сегодня в клубе занимаются более 70 человек. Чтобы не умереть со скуки, чтобы был чем занят способ работы. Это не просто хобби, а здоровый образ жизни. Заплыв в ледяной воде, тренировка сосудов всего тела. Моржи редко болеют респираторными и вирусными заболеваниями. Возможно, поэтому в рядах опытных пловцов почти на каждой тренировке появляются новички. На самом деле это непередаваемое ощущение, когда заходишь, ты себя контролируешь. И не на публику, а именно для себя. И потом плывешь, и как будто нет такого холода. Ну, классно. Сейчас немножко пытаюсь согреться, но это совершенно не страшно. Начинать закаляться никогда не поздно. Самый экстремальный вид закаливания – нырять с головой в прорубь. Тем более, впереди крещение, и многие решатся окунуться в ледяную воду. Но всем подряд это делать специалисты не рекомендуют. Надо понимать, что запас прощения молодого организма большой. Поэтому, может, это будет являться дальнейшим толчком для того, чтобы человек продолжил занятия зимним плаванием. А пожилым людям, особенно людям, имеющим определенные заболевания, я бы рекомендовал не окунаться в проруби. А достаточно просто омыть руки, умыться – этого будет вполне достаточно. Холодовой стресс противопоказан людям со слабыми почками, худым и простуженным. Начинать закаливание надо с контрастного душа, постепенно увеличивая время. И еще одно правило для тех, кто ночью 19 января все же решится окунуться в прорубь. Ни в коем случае не сочетать крещенские купания, вход в воду, в ледяную воду с алкоголем. Это вот очень важно. Многие этого не понимают и тем самым наносят огромный вред своему организму. Лучше пить после этого чай. На само крещение к главной Рязанской купели на Ореховом озере будут ездить троллейбусы. На месте установят отапливаемые палатки и нальют бесплатный горячий чай. Окунуться в ледяную воду можно будет после полуночи. Всего на водоемах Рязанской области будет оборудовано 33 места для крещенских купаний. Ближайшие к городу, на Старице, Дядьковском Затоне и Карьере Ворских. Перед купанием необходимо хорошо разогреть организм. Находиться в проруби больше одной минуты может быть опасным для здоровья. А после купания надо выпить горячий чай, растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду.